Девушки отдыхают Вторая серия Хотя игра вовсе не про Шамаханскую царицу А про какую-то басурманскую принцессу В общем, неважно Короче, мы остановились на том, что маленькие Алеша с Добрыней выбрались из дворца Ой, господи, ларца, извиняюсь Этого И теперь надо каким-то образом снова стать большими Тут записочка есть Смешай цвета Чтоб засиял свет белый И сможешь возрасти в размерах Интересно, для кого это написано было Не для них же Тут говорится о том, как вырасти Ага Такое нынче каждый колдун предлагает Возрасти в размерах Стань настоящим богатырем И все за один сеанс Да Цветные Наверное, чтобы вырасти Их смешать хитроумно Надобно Учти Алхимик доморощенный Проверять на тебе будем Еще чего По очереди станем По очереди, да Так, короче, собираем все Хотя нам не все нужны На самом деле Только три надо Так, давайте, значит, нальем Фиолетового Оранжевенького нальем Получилась какая-то фигня Попробуем? Черт и первый Тьфу Какая-то радужная фигня Полная получилась Тьфу ты, дрень какая Нет, от этого точно не вырастешь Ну хорошо, хоть Негативно не повлияло На это Так, давайте теперь Попробуем Желтенького подлить И голубенького Ну, с богом Нет, погоди Теперь моя очередь Чтобы все По-честному было Опять фигня, да? Ой, что-то не то Надо быстрее увеличиваться И искать, где тут туалет Да Ладно, ладно, ладно Давайте уж по-правильному сделаем Так, льем красный Льем синий Мне этот цвет нравится Главное, чтобы вкус нормальный был И чтоб подействовало Самое главное, чтобы подействовало А на вкус плевать Так, и зеленый Продолжаем эксперимент Ученый выискался Что я буду делать Если тебя сейчас Всего поганками обсыплет Ладно Пробуй уже Я вроде это О, работаю Побольше как-то становлюсь Да быть того не может Неужто получилось Выросли, Добрынюшка Ну, теперь колдунья Отведаешь силушки богатырск Только не очень-то он небольшой еще Он вот такого размера На столе вот Так я их знал Ну-ка, отвечай, бесовка Где братья мои названные? А не ответишь добром Я и силой могу Нет, Батыр Не тебе со мной тягаться Меня грубой силой не возьмешь Ну, извини На ласку Терпение И всякие там прелюдии У меня времени нету Умереть от магии Плохая примета Как он это сейчас сказал И она рот тоже не открывает Ай, советник Ай, насмешил А вот князь еще анекдот Приходит как-то к одному князю посланник Князь, там к тебе этот Посланник пришел Вот, воплотился анекдот Как он его выпнул сейчас Хорошенько Не желаете ли в отношения Вступить Дипломатические А, дипломатические Ну, какие отношения Е-мое, вступить Договорчик Подпишитесь Лицо у него Недоброе Явно тоже Илья Убила колдунья Не успели Погоди, причитать Не все еще потеряно Я слышал тут недалече Источник есть с водой живой Так она мертвого Со второго глотка на ноги ставит А ведь и я про тот источник слышал К нему богатыри Испокон веку ходили похмелья лечить Тогда я за водой сбегаю А ты тут покарауль И я мигал Ты только Побыстрее давай Место тут не очень уютное Кстати говоря Есть один такой Нюанс, я бы сказал Что, видимо, игра создавалась Как бы теми Теми же путями Если можно их так назвать Как и в предыдущем мультфильме Вот тот же Илья Муромец Соловей-разбойник Там Вот этот боярин Князя Антип Он в Илье Муромце И Соловей-разбойнике Носил вот эту вот красную одежду Как мы вот тут сейчас видели В катсцине А в... И вот здесь он Носит такого же цвета одежду А вот начиная С уже мультфильма Три богатыря и Шмаханская царица И дальше он зеленую Зеленый костюм уже носил Тот же, но зеленый был А еще нюанс в том Что там В первом мультфильме Илью Муромца Озвучивал этот Валерий Соловьев Или как там его Ну короче тот же Что и Добрыня Никитча А вот уже И здесь то же самое Один тот же актер Озвучивает их обоих А В три богатыря и Шмаханская царица В мультфильме Уже всех троих богатырей Разные актеры озвучивают Дмитрий Быковский Илью Муромца Теперь отныне озвучивает Да что ж я делаю Нельзя так Не время спать Илью спасать надо Может Илью На кровать Перенести Да нет Нечего Богатырю Русскому В асурманской Кровати Делать Диковинками Заморскими Богатырей Соблазняет Ну ничего Попадется Она мне Может этот Угарин угларец Отнести А то он там С голоду Совсем зачахнет Да ну нас не пустят В ту комнату уже Оно может и правильно Да не вовремя Как-то Ладно пошли уже Живую воду искать Ох Ночь наступила уже Так И нам надо Вот туда Куда нас раньше Не пускали Странно Я когда в прошлый раз Проходил Тут вполне приличная Корчма стояла И как раз Свадьбу гулять Собирались Видать хорошо Погуляли то Илья вон Мать сыра земля Всегда помогает Это конечно песок И не сырой Но может глаза Какому супостату Запорошить получится Да Не приведи бог Видеть русское веселье Бессмысленное И беспощадное Короче гуляли свадьбу И в итоге Разбав Размудохали весь дом Этот Агарок конечно Но если надо Еще немного послужит Вот почему До сих пор Не додумались К огниву Емкость с водой Горючей приделать И фитилек небольшой Чик И горит Хотя кому это Надобно Спички же есть Вот сколько Я лесов В дремучих Видел Но такого Как этот Еще поискать И деревья Тут странные Прям кажется Что они На меня Дуплами пялятся Да Эх Не знаете вы Что такое Дружба Это такая Штука волшебная Бензопила Прозывается Бензопила Ладно ладно Понял Только без рук В смысле без веток Ну-ка пустите Пустите Говорю Ух Буратины Недоделанные Да Не а что Нельзя проползти Там просто Или вот тут Я не знаю Обойти Или Или Тут деревья Везде будут Мешать Пройти Ну и Подействует ли На них Бензопила Тоже интересно И пройти Тебе сюда Молодец Стража Не пусти Аааа Говорящий волк Типичная Реакция Первые сто лет Я и сам боялся А потом Привык Постепенно Сто лет До волки Столько не живут Да ну Даже говорящий И тихо 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 Не надо так Активно мыслить А то голова Заболеть Просто поверь Человече Живая вода Она еще и не Такие чудеса Творит Живая вода Она то мне и надобна Друга мне оживить надо Его колдунья Злая убила Что же Коля не врешь Что цель у тебя Благородная Только вот Страж Тебя все равно Не пропустит Сюда только Волкам Ход положим А ты Человек А может Ты мне принесешь Немного Извини На разлив Не торгуем Да Значит Волк Этот уже Не первый Не первый Век живет Живая вода Жизнь Придает Всегда Может и не только Ему Другим волкам Тоже От того и научились Говорить за это Время Странные вы существа Люди Всегда знать хотел Что вас заставляет Ради других Своей жизнью рисковать А вот и узнаю Ты мне поможешь А я тебе Давай Телами меняться Эээ Не напрягай Извилины Тебе это вредно Луну Видишь? Ага Красивая Полная Если мы с тобой При такой луне В одном зеркале Отразимся Наши сознания Оболочками телесными Обменяются Ты к источнику Волшебному Пройти сможешь А я немного В человечьей Шкуре Побуду Согласен? Согласен Только у меня Зеркала нету Ну Мое дело Предложить Найдешь до утра Приходи Волка Судя по всему Михаил Черняк Озвучивает Тот который Рассказчиком Часто бывает Благодаря Не во всех Мультфильмах Присутствует Рассказчик Но Тем не менее Вот Стребогатаря И пуп земли По моему Рассказчика Не было Ну что ты Возишься Неси Зеркало Пока луна Не зашла Ладно 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 Окей Идем искать Зеркало Вот Вот этот камень Вполне Сгодится Ну Ка проверим Наличие Жидкости Говорят Бывает Какая то Железистая Вода Но не Настолько Чтобы от нее Камни Отскакивали Да похоже Там воды Нет Там что то Металлическое Лежит Спуститься Надо Туда Что ж там Звякает Может Чего полезное Ой Тесный Какой Не застрять Бо ненароком Ну Уж Нет Без Света Не полезу А если Он книзу Сужается Буду Тут Сидеть Как Пробка В Бутылке Да Надо Свечу Хорошая Огнива С первого Раза Поджечь Получилось Да Здесь Почему То Он Не Открывает Рот Когда Говорит Если Здесь Это Делать Опа Вот Теперь Можно И Вниз Спуститься Да Нифига Не Сужается Он Все Нормально Тут Даже Наоборот Разберем Чего Тут Звякало Эх А вдруг Клад Несметный В сказках Вечно Дуракам Всяким Везет Может И Мне Тоже Обломится Может Это Какой Нибудь Волшебный Щит Кладенец Правда Я Чего-то Таких Не Слыхал Ладно Возьму Не Зря Ж Лазил Пора Отсюда Выбираться А то Не По Себе Что-то Так Щит Старый Конечно Совсем Что Что Это Щит Может Даже Волшебный Вряд Ли Вот Ржавый Это Точно Что Ж Ты За Снаряжением Своим Не Следишь Волшебный Ну-ка Я Слыхал Один Воришка Басурманский Лампу Нашел Медную А Когда Песком Потер Оттуда Джин Волшебный Вылетел Может И Мне Попробовать Джина Конечно Нету Зато Блестит Да Вот Как Можно Догадаться В этой Игре Что Надо Песок Использовать Щитом Ну Это же Очень Странно Ну Да Через Него Видно Как Зеркало Честно Говоря Не Думал Что У Тебя Что Получится Молодец Настоящий Гомо Сапиенс Чего Ладно Проехали Пора Превращение Начинать Слушай Серый А как Я Потом Обратно В Человека Перекинусь Это Не Сложно Богатырь Как Только На Луну Первая Тучка Набежит Снова Собой Станешь Мне ведь Тоже Неохота Всю жизнь На своих Двоих Бегать То есть На Твоих А вот И Тучка Фух Как Они Ходят На Четырех Лапах Пока Разберешься Какую Куда Ну Пора Живой Водицы Набрать Только Откуда Источник То Здесь Не Один Не Не Уж Пробовать Придется Как Природу Не Охраняй Хоть Волками Хоть Деревьями Живыми А Все Одно Кто Нибудь Придет Кострище Разведет Да Бутылок Пустых Набросает Да Не Не Почему Испытывали Воду Этой Бутылкой Да Что Ж Я Делаю Нельзя Так Чего То Веловатые Цветочки Поливать Их Нужно Так Проверим Каждую Воду Пожалуй Что Ж За Жизнь То Обманом Зельями Подчуют То По Своей Воле Пить Приходится Опять Хорошо Что Глотнул Немного Ну Теперь Понятно Откуда Царевна Зелье Своё Взяла Так Нет Остатки Остатки Польём Это На цветах Попробуем Теперь Ну Чё Ты Встал Ты Давай Делай Я Сюда Не Цветы Собирать Пришёл Чё То Не Чё То Не Льётся Наберём Немножечко Это Вряд Ль Да Блин Ты Пей Ё-моё Пей Давай Не Пьёт Чё Глючит Игра Чё Чего То Веловатые Цветочки Поливать Их Нужно Глючит Чё-то Не Работает Из-за Этого Вроде Не Набирал Ещё Понятно Придётся Ставить На Паузу И Перепроходить Это Всё Заново Дорогие Друзья Хочу Прорекламировать Вам Канал Своих Друзей Под Названием Freakinism Action На этом Канале Вы можете Найти Интервью Со мной С Максимата Причём Довольно Таки Длинное Масштабное А также Интервью Возможно Известного Вам Моего Коллеги Лёхи Из канала Чё Хочу Туворочу Также У них Есть И другой Контент Который Они По Возможности Будут Делать Также Они Регулярно Проводят Стримы У себя На Твиче И Об Об этом Всегда Сообщают У себя В сообществе На этих Стримах Также Иногда Появляюсь И я Но Предупреждаю Участники Канала Часто Используют Так сказать Недетские Шутки И Довольно Таки Такой Иногда Бывает Что Даже Бывает Неприемлемый Юмор Так что Канал Скорее Ориентирован Не на Детскую А на Подростковую Или даже Немножко Поздню Подростковую Аудиторию Так что Будьте Осторожны Но Во всяком Случае Интервью С Максимадзе Интервью С Лехой Очень Даже Культурное Видео Рекомендую К просмотру Для тех Кто Еще Не Видел Так Попробуем Еще Раз Ну Проверим Что У нас Заводится Хотел На Алеше Все Вам Показать Что Можно Жука Колорадского Вмиг Извести Но Как Видите К багу Это Приводит К неприятному Поэтому Видимо Придется Обойтись Без Этого Может Из-за Того Что У меня Десятка Поэтому Такие Баги Происходят Дается Нашел Если Цветок Оживить Получилось То Илью Я Этой Водицей Вмег На Ноги Поставлю Да Ну А Пятая Это Обычная Вода ничего не сделает она. Сейчас наберу водички и бегом обратно Илью спасать. Человек, ты нарушил наш закон и наши границы. Ты виновен, и мы должны прекратить твое земное существование. Чего? Вот дубина. Убьем мы тебя сейчас. Вот только узнаем, как ты сквозь деревья стражей прошел. Я это... Это я ему помог. Не сердеясь, вожак, но у этого человека отважное... Интересно, он мог бы силушкой богатырской всех жутко узкие штаны накостылять? Ага, натирают. Поэтому я предлагаю не лишать его жизни и заменить смертную казнь общественно полезными работами. Ну, можно и работами. Мы же не звери какие, в конце концов. Да и жога у меня отчеловечены. Спроси у вожака задание. А как выполнишь, гуляй на все четыре стороны. Спасибо, что помог мне, серый. Да не за что. Это было интересно. Выполни задание вожака, иначе тебе отсюда не выбраться. Слушай меня, человече. Несколько лун назад приходила сюда прекрасная принцесса из чужих стран. Она умоляла нас позволить ей набрать воды из священного источника. Мы разрешили ей. Зря вы так. Скорее всего, это была одна моя знакомая злая колдунья. Именно так и оказалось, человече. Она научила волчат курить и заразила нас кусачими блохами. Вот ужас. То-то я чешусь весь. А когда уходила, сбросила в пруд каменную волчицу, мать нашего народа. Достань волчицу и поставь ее на место. А после этого ступай с миром. Понятно. Зачем мы только поверили этой злой колдунье? Так, ну, в пруд упала. Ну. Вот зарекался я в этот пруд лезть. А видать придется. Что это за течение внутри? Что же за течение такое? Неужто не хватит силушки, богатырской. Надо бы на мне срочный вес набрать. Вот этот камень вполне сгодится. Ну-ка. Да, вот она. Искать не пришлось долго. Фух. Фух. Добыл, наконец. Вот здесь ей самое место. Теперь можно идти Илью спасать. Спасибо тебе, богатырь. А штаны все-таки поменяй. Это добром не кончится. Спасибо, человече. Помог. Да, все, можно теперь идти. Ну, как говорится, сделал дело, гуляй куда хочешь. Долго бегаешь, Алешка. Тебя за смертью посылать, а не за живой водой. Проблемы у меня в дороге приключились. Ладно, потом расскажешь. Ты воду-то принес? Конечно. Да что же я делаю? Нельзя так. Действует, Добрыня. Смотри, как порозовел. Только чего он в себя-то не приходит? Так я и знал. Одной живой воды мало. Она ведь телесные раны вылечила. А чтобы Илья встал, надо душу его с того света воротить. Это как? Не знаю. Звать надо. Илья! Возвращайся! Может, ему пятки пощекотать? Нет, не поможет. Он щекотки не боится. Как бы его еще позвать-то? Илья, блинов хочешь? Знаю. Знаю! Илья! Наших бьют! Жесть, конечно. Ай-яй-яй-яй! Беда так, горе какое-то! А поволновался он за дротика, а не за антипа, блин. Посланник пришел. Знак уважения и дружбы моя повелительница просит принять в дар этот скромный присяг. Прелестно, прелестно! А датчик, кстати, исчез, а эта мигалка стала чуть ниже. Доверие завоевывает, соблазняет драгоценностями. Да, этого она и добивается. Странный сон мне давеча снился. Будь-то бы я русский богатырь и надобно мне моих названных братьев тоже богатырей из беды позволять. Это Илья Иванович скоро пройдет. Остаточное явление переноса. Какого такого переноса? Все свое время узнаешь, а пока расслабься и наслаждайся, ну, если так можно сказать, жизнью. Новой жизнью, да. Алешка, Добрыня, в лесу я вас искал, терем басурманский, царевна, мать честная, да я ж умер. Ну, вот и узнал. Почил ты безвременно, богатырь русский, и в рай вознесен был. Ну, что, может, в шахматишке? Да какие шахматишки. Выбираться мне отсюда надобно. Там други мои в беде. Не ровен сейчас и их царевна басурманская на тот, в смысле, уже на этот свет спровадит. Так, я сохранение тут сделаю. самовар самовар куда-то пропал. А может, как обещали, на электрический заменят? Вот это хорошо. Слепой мужик, блин, вообще. Говори, мил человек, как мне отсюда обратно на землю попасть? Падают. Интересно, кто этот мужик? Он молодой же. Как он в раю-то оказался? Как ему суждено было умереть вообще? Да, кстати, вот эти яблони, апельсиновые деревья можно было увидеть в Ле-Муромце и Соловей-Разбойниках в Царьграде в мультфильме. Оттуда и взяты спрайты вот эти все. Ну-ка. Видал я эти апельсины в Константинополе? Хотя тут вроде побольше будут и бесплатные. Ну-ка. Собрать надо бна. Нечего под ногами валяться. Вот выберусь отсюда угощу братьев райским апельсинчикам. Если он переместится в обратно в живой мир. Осталась ли еще силушка богатырская? Ну, вроде нормально все. Изрядная шишка. помнится аккурат такую же я как-то соловью-разбойнику на темени соорудил. Жаль, только булава новая сломалась. Так, ладно. Где выход тут у нас? А ты кто таков будешь? Я привратник. Охраняю врата рая. от кого? Ну, бывает, черти провокации устроить надумают. Али грешники, какие беглые кренделя воровать затеются. Понятно. А вот ежели мне выйти надо надо. То есть, как это выйти? Такого не было, чтобы душа праведная по своей воле из рая ушла. Вот выгнать могут. Правда, давно это было. Уж и не упомни за что. Чё, серьёзно? Ни разу не было такого, чтобы какой-то человек захотел обратно в живой мир вернуться, что ли? Это как-то удивительно. Ну, пропусти ты, не дури. Мне на землю к братьям надо. И не проси, не положено. Тяжкие грехи у человека этого были. Не пущу богатырь, не положено. Вот здесь наши души взвешивают. И коли грехи твои тяжкие, лететь тебе вниз прямиком к чертям на вилы. Пока этот привратник там торчит, я к воротам и близко не подойду. Вот незадача-то. Отвлечь надо его. Кстати говоря, почему-то начиная с Windows 8 и Windows 10 в данном случае происходит такой баг, что куча-то какая нападала. Придется поработать. В каком? Не, мужик слепой. Он не видел, что я апельсин эти сам положил сюда. В любое время, когда мы заходим на эту локацию, он примеряет сандали летающие. Но сейчас повезло, ничего-то не срабатывает этот баг. чаще всего срабатывает. Не стоит волноваться. Это со всеми праведниками рано или поздно случается. Сейчас сниму за один сеанс мануальной терапии. Так, ладно. Пока он здесь, давайте-ка пойдем сюда. Гришков Гришков подкопить надо. Эй, Розява! В ногу. Кошель выронил. Хотя зачем ему деньги в раю-то? А он точно выронил? Он по-моему мне его и подкинул специально. Ничего себе тяжелый кошелечек. Может деньги мне вес нужный придадут. Ну вот погостили в раю и хватит. Домой пора! Ага, домой в ад пора. Вот до чего чужие деньги довезти могут. Эй, ты! Я не знаю, кто тебе такие рога наставил, но подшибать могу запросто. Ну ка, пусти. ша, не базарь богатырь. Раз здесь, значит, грешен ты в натуре. А раз грешен, значит, молчи в тряпочку. И хозяина, то есть меня, слушайся. А я в натуре хочу, чтобы ты в котле этом кипел вечно. Ну это мы еще посмотрим. Да, колывана мы видим. Ну что, колыван, говорят, тебе в любые игры везло немерено, а со смертью виш не поиграешь. Ты сам богатырь, не очень живого смахиваешь. А раз как и я в котле сидишь, значит, водятся из-за тобой грешки. Да чего ж ты, колыван, существо злобное. Надо было сначала сюда нажать. Добрыня его убил получается, вот это правило. Короче, эта игра каноном не является. Потому что все-таки там он нифига его не убил. И он еще более того, он еще вернулся в пятом мультфильм про богатырей. Три богатыря на дальних берегах. Переходим к водным процедурам. Эх, антисанитария тут у них. Котел вон поделит 300 нечищен. Куда прешь? Хозяин сказал купаться. Вот этого гада нисколечко не жалко. Пусть валится. Вот это место кстати в Добряники через Змеи Гарыныч можно в мультфильме увидеть. Вот эту скалу. Блин, дайте поговорить уже с мужиком. А этого вроде видал где-то. Рожа явно разбойничья. Пущай кипить души глуп. По делам ему. Сюда надо живых грешников на экскурсии водить. Пущай смотрят и выводы делают. За что сидишь там? Без вины. Как есть без вины сюда запихнули. За всю жизнь ни пальцем никого не тронул. Ну да. Зачем пальцем-то? больше ножом да кистенем орудовал. Он все-таки Илья знает видео про него. Где-то я физиономию твою видел уже. Уж не на плакате ли их разыскивает дружина. Будь того не можно. Я скромный учитель воскресный школы этот как его дьявол ботаник. Вот. Мог бы и не спрашивать. А может сыграем? Богатын. Может кого хочешь? По копеечке. Вот делать мне больше не интересно. Как они вообще тут будут играть в котлах? Как они не страдают в котлах сидят? Просто вроде смирно так сидят и все. Так ну ка. Куда прешь? Хозяин сказал купаться. да блин дайте кинуть, а. Золотишко люблю. Тьфу, на тебя сила нечистая. ой, что делаете? Давайте уже к действиям приступать, а то что-то тянем мы тут сидим. приходим к водным процедурам. Эй, хозяин, что ж у тебя тут холодно так? Есть план один. А уж и мерзнуть начал. Шутки со мной шутить вздумал в натуре. Сейчас я тебя согрею. Сначала да блин, да дайте, а. Сначала с одним проверим. мое это. Э, а этот где? Ага, сбежал. Ну и пущай. Мне и вас двоих хватит. Не сбежал. Куда прешь? Хозяин сказал скупаться. Ладно, давайте уже обоих сделаем. Все равно прохладно здесь. Не то, что в русской банке. Ну-ка, поддай парку. Сестрые вы богатыри с подходцами вашими. Но ничего, бревнышек у нас на всех хватит. Мое, мое это. Деньги, денежки. Кх. нога осталась вот тут. сюда рвать в натуре. Какой жаргон прилипчивый. Сам стал так говорить. Уходить отсюда надо в натуре. Прилипчивый жаргон, да. Нашел мою прелесть. Эй, там кто-нибудь? Слушаюсь, князь. Подбрось дровишек, взяв ко мне. Да свечи притуши. Нечего казенное добро переводить. Ну, здравствуйте, князь. Принцесса. И свет появился сразу. Как я рад вас видеть. А я-то как. А вы еще более величественны и красивы, чем ваш портрет. А вы знаете, какой у меня дворец. Немцы строили. Смотрите, принцесса. Она даже внимания не обратила. Правда здорово. А давайте я вам казну покажу. Сейчас она его там устроит. блин. Ну и климат там не гостеприимный. До сих пор портки дымятся. Придется другой путь домой поискать. Да. Тот же мужик опять пришел и теперь у него тяжкие грехи все-таки. Вот это хорошо. В райский сад давайте сходим. Вот везде я здесь был, а в райский сад не заходил еще. Надо бы на упущение это исправить. Ну ничего себе яблонька. А яблочки-то наливные. Чай повкуснее апельсинов заморских. Как дела, уважаемый? Ах, не спрашивай. Черти в аду новые котлы устанавливают. Двухконтурные с турбонаддувом. Повышают эффективность адских мук и все такое. И аккурат под моим садом. Вилло им в за... Ну в общем ты понял. Ну конечно. Чего ж тут непонятного? Вот теперь борюсь с эффектом глобального потепления. А не то райские кущи скоро в джунгли превратятся. Ясно. А можно у тебя яблочко попросить? Уж больно красивое. Да ты что? Ты про эти яблоки и думать забудь. Не то мигом из рая вылетишь. Вылечу, значит. А это же то, что нам надо. А это интересно. Главное, чтобы не в ад, только обратно. Даже в раю оказывается растяпы попадаются. Вон, кто-то лейку обронил. Так, ну-ка. Сорву одно, пожалуй. Эй, нет, богатырь. Нельзя. Не понял. Это чего только что было-то? Вот это хорошо. А этот все апельсины жует. Я вот насчет яблок. Чего это из-за них из рая выгоняют? А того, что это не простая яблоня, а древо познания добра и зла. И ежели кто вкусит с него плод, того немедленно надобно из рая обратно на землю выгнать. А это зло, что ли? Почему это за сияние над яблоней образуется? Стало быть, все-таки пробовал подобраться. Это, богатырь, сигнализационная система. Ну, чтоб праведников искушения лишние не терзали. А на тебя сигнализация чего не действует? А потому что я по земле-то не хожу. Видишь, сандалии специальные для левитации. Ага. Все, сказал, все, понял. Сказал, что запасные есть. Ну, есть они, вот они. Только до них не допрыгнешь. А, вот, вот, бак этот произошел. Я их еще не взял, он уже их надевает. Что это сейчас было, блин? Вот этим можно достать. А, вот так, нежели попробовать. Так, ну-ка. Так, вторая попытка. Первый раз не попали. О! Так, только мне апельсин заморский пригодился. Хорошо, что не съел. Ну-ка. Ну-ка, примерим обувку-то. Нос бы на них не расквасить. Так, только надо... Только этого садовника отвлечь надо оттуда. А, ну-ка. Земля вся в трещинках. Вообще их тут не поливают, что ли? Вот я вас сейчас полью как следует. Ух, красота какая. Все эти неугодники, опять выросли. Да что ж ты с ними будешь делать? А ему это не нравится. Ну ладно, теперь можно и... Яблочко взять. Фух, живой. И как там? Мы тебя ни от чего важного не оторвали? Скучно так. Да и не время пока. Спасибо, друзья. Да ладно. Ты бы для нас то же самое сделал. Пора домой. Засиделись мы в гостях. Князь уж поди волнуется. Так, вот тут мы, ребята, с вами закончим серию. В Киев возвращаться будем уже в следующей, собственно говоря, серии. Так что на этом все. С вас, если кто-то подписался, сменяй пищенный видос и подписывайтесь на мой влоговый канал. На него ссылочка есть в описании. И на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!